все приветствую с вами я ваш веган христолюб и сегодня мы очередное видео с вами посмотрим послушаем вы посмотрите послушайте я поговорю я записал цикл видео под названием не веган потому что на на фундаменте или на основании или взяв за идею цикл видео это винтерс это землянином английского веган активиста проповедника 30 дней 30 оправданий ну я его немножко в своей версии хочу расширить и если что-то под эту тему попадает также можно сформулировать я буду тоже записывать под таком уже значки будут все более-менее одинаковы к этому плейлисту к этому к этой серии а звучит он следующим образом сегодняшнее наше видео или оправдание или отговорка или вопрос а как же голод блокадном ленинграде в принципе 19 оправдание 19 вопрос уже подобный был что если бы веган оказался на дебитаемом острове на дебитаемом людьми да что если бы вы оказались на дебитаемом острове единственный способ выжить было бы убить и съесть свинью как бы вы сделали это как поступил бы веган кому интересно обязательно посмотрите это видео она в принципе очень похоже с этим но кстати мне лично в контрах как всегда в каких-то под комментариями в комментариях под постами или под моими видео было лично даже такое помню тыкали причем почему-то разделяли тоже там необитаемый остров вот как раз или просто про ленинград вот очень часто я такой лично то есть я у меня нету свидетельства какого скриншота тогда не сделал но я помню что с кем-то мне прямо лично тоже написали что типа вот а люди голодали в блокадном ленинграде или в прочих вещах да вообще в историю не раз такое было потому что всю историю человечество войны когда были любой город он осаждался если вы не могли взять силой или даже не хотели тратить свои силы жизни своих воинов там да то осаждающая сторона она очень часто просто как прямо выражаясь и прямо в общем то это и и называлась то событие что вытворялась это осада что вы морить голодом дали заморить голодом то есть любой город брался просто в кольцо тем более города могли быть небольшие да даже сейчас любой большой любой столице любого города все равно может современная армия опять здесь в какое-то кольцо да вот туда естественно нельзя было ни попасть не выйти ну и сколько там у города могло хватиться схронов и в общем то достаточно много с одной стороны но вот именно если вы узнаете и такие вопросы поизучаете я все время изучал осады длились по несколько лет то есть это где-то там из одной стороны уходила на другую другую там завоевывать и там военные действия не так что битва сошлись там на поле кто-то победил и все и разошлись нет осады многих городов разными там армии разделялись какие-то шли дальше какие-то оставались и держали просто в кольце какой-нибудь город осады длились по несколько лет то есть все запаски только можно было в городе обычно не то что сейчас может быть хотя может и сейчас у каких-нибудь государстве не знаю там в каких бункерах все это хранится для населения для себя лично таких там глав вот но раньше действительно люди более к этому были как бы нами готовы но суде истории вере истории да вот потому что осады действительно по несколько лет длились да ну по крайней мере и исходя из того что я вот сам изучал читал да и вот про брака блокадный ленинград известное событие просто в истории человечества в частности российской истории в частности великой отечественной войны как и называют да и про блокадный ленинград ну так наверно ленивый не слышал невежественный человек не слышал да вот поэтому как я вам сказал мне даже лично тоже об этом заикались вот я как всегда свои пространные речи хочу придать свои пространным речам видеофиксацию для этого пишу видео чтобы поделиться с кем-то да в свое время мне как-то попалась вот такая вот статья ну я ее сделал на своем сайте взял иллюстрацию вы если загуглите то что сейчас фамилию имя конкретно того о ком будет идти речь о некой ангелине проковьевне крепчук то вы найдете таких статей естественно просто копирайтинга на многих сайтах ну вот я думаю что яндекс или гугл может выдать даже теперь мою статью мои ролики я хочу тоже с вами поделиться я попозже скажу что там конечно каждый вправе доверять этому как всегда или нет истории у меня есть видео я высказываю свое мнение к истории но дело даже не в этом любое знаете в любой шутке из доли шутки а все остальное правда то же самое из истории да ей можно доверять или не доверять но констатации фактов многих событий да ты можешь доверять и не доверять конкретным мыслим идеям мелким событиям которые описывают но возьмите вот вторую мировую войну до более глобально помимо великой отечественной так называемой в россии вот которая шла если вели вторая мировая с 39 по 45 до ну отрицать ее факт невозможно потому что об этом она написана во всем мире в разных источниках каждый источник писал по-своему характеризовал описывал но факт наличия второй мировой войны да как вы будете 30 и первой мировой войны как вы будете отрицать вот об этом написано в каждом источнике каждой стороны, потому что втянуто было почти все человечество в это, да. Вот. Как уже что там, это другой вопрос. Ну и вот давайте я хочу, естественно, эту статью я хочу просто познакомить тоже людей. Это, конечно, трупажор, человекообразный, не веган, он всегда найдет оправдание своему злу, будет ковыряться, хотя я, в принципе, призывать буду поковыряться, пожалуйста. Но это также утверждает, очень важно делиться друг с другом нам, веганами, с веганами, да, этой информацией, ее распространять все равно, да. А кого-то, может, и тронет, я говорю, и не вегана это. Вот. Вот более... Так что давайте знакомиться с этой информацией. Я уверен, что вы много чего для себя тоже, и в этот раз кто смотрит мои видео постоянно или кто впервые попал на это видео, узнаете. Я призываю всех уже даже в начале обязательно ставьте лайки всем видео, которые я выпускаю. Кто считает этот контент полезным, добрым, и делитесь ими у себя в соцсетях. Сейчас вы опять узнаете почему. Потому что это полезно. Я сам у кого-то что-то беру и благодарен всегда за эту информацию. И благодарность моя выделяется, прежде всего, выражается через дальнейшее распространение этой информации. Вот. Я из этой статьи когда-то, познакомившись с этой историей, ну, опять очень много для себя узнал, утвердился и рад этому, да. Этой информацией, которая до меня тоже дошла. Я и у кого-то также на страничке просто у веганов, по-моему, увидел эту историю. Давайте почитаем. Историю, которую мы хотим рассказать, малоизвестна широкой публике. Хотя в узких кругах историков и работников Всероссийского государственного архива ее хорошо знают. Мы представляем вашему вниманию историю Ангелины Прокофьевны Крепчук. Ангелина родилась в Петрограде в 1930 году. Ленинград, Петроград, Петербург современный. Это один город, мало ли кто-то может быть не ведает таких знаний. Ее родители, рабочие Кировского машиностроительного завода Прокофьев и Светлана Крепчук происходили из старообрядческой среды и оставались верны заветам предков, несмотря на давление, оказывающееся со всех сторон. Основными принципами, в котором они жили и согласно которым воспитывали своих детей, были честность и неприятие насилия в каком бы то ни было виде. Они не употребляли мяса и других продуктов животного происхождения и не носили кожаных вещей. Многие считали их странными чудаками, но все, без исключения, рабочие заводы искренне их любили, так как не было более отзывчивых, добрых и сердечных людей, чем они. В 1900... Ну, краткая ремарка моя по поводу старобрядцев. Действительно, ну, это разделение когда-то было при Никоне. В России так называемые никоновцы. Сейчас это те же самые православные, которые кричат о себе на всех углах. А старобрядцы, те, кто там отделились. Ну, правда, кто там отделялся. Просто Никон это был первый патриарх в России, да, которого сами православные не поминают за его отвратительную жизнь и вот это все, что он натворил, да. Старобрядцы, те, которые никоновщину не признали, все его там эти новведения. Все там было с кровавыми убийствами. Тысячи друг друга, братьев во Христе, сжигали прям живьем в храмах собственных, да, друг друга. Вот. Было все это, конечно, печально. И вот, ну, старобрядцы, действительно, я, если честно, сколько пытался в этом вопросе разобраться, да, все-таки как такового учения в старобрядчестве, так как это обычная ортодоксия, православная, это как называемая, как угодно, и называйте, я вам говорю, был раскол. Я эту историю хорошо знаю, но вот почему-то частенько встречаю, особенно как христианин, тем более, кто не знает, хотя у меня это везде и всюду написано, да, всячески пытаюсь донести до людей об этом, да, вот. То христианский раз я знаю, я говорю о том, что вот достоверность и личного какого-то опыта у меня не было, там, общения прямо со старобрядцами, такого глубокого, с какими-то целыми общинами, потому что они живут очень обособленно в разных местах России зачастую, да, и они вообще себя не выпячивают, они даже проповеди, я даже не знаю, занимаются ли или нет, вот, они там сами в себе замкнулись, вот, это очень такая стала замкнутая общность, так назовем ее, да, вот, и по поводу, конечно, вроде бы ходят и витают, что старобрядцы там вегетарианцы, но не знаю, у меня к этому, может быть, там есть внутри и лично люди по идейным, точно так же, как Толстой был, да, не все же писатели вегетарианцы, но Толстой там, да, был вегетарианцем и целое действительно движение, и проповедь этого он производил и образовывалось целое движение веганские в среде и культурным, и в частности писателей, и культурных людей, так называемых, ну, культурных, ну, вы поняли, да, деятель культуры, вот, и творчества, потому что все-таки он был известный, богатый человек, да, вот, все это доносилось и там, вот, поэтому такого массового, что старобрядцы прямо вегетарианцы, я до сих пор не могу найти, доказать свидетельство, они, я вот не находил, чтобы они прямо, тем более они вот им, я говорю, замкнуты, они ничего не проповедуют, но там среди себя, может быть, может быть, в частном порядке тоже, поэтому тоже такой себе, вот, казалось бы, я вам привожу в пример, статью читаю, но я могу согласиться с тем, что, да, я говорю, отдельные семьи, может быть, внутри старобрядцев, точно так же, как и в православии, есть разные, внутри уже секты, да, люди одно исповедуют, не согласны с общим, там, какими-то мыслями, того же самого православия, да, в современном мире какими-то куаркадами один принимает, другой нет, то есть это, это частный уже характер, сказать, что все старобрядцы вегетарианцы, я не могу, никогда об этом не слышал, нигде не встречал, вот, чтобы они, тем более, проповедовали, такое вообще не встретишь, это до сих пор вот уже 4-й, 5-й век, получается, тянущаяся история со времен, вот, того, раскола в православии, в России, да, и они вообще ушли в подполье, поэтому вот так вот, но возможно, что история именно, вот, с некой Ангелиной Прокофьевной Крепчук, так все и было, я в этом ни капли не сомневаюсь, да, вот, потому что я как раз утверждаю, что так как от создания мир был веганским, еще богом, да, то веганы были всю историю человечества, во всех разных социальных слоях, материальном, не важно какое состояние, какое человек место в обществе занимал, я говорю, не важно, какой у него был возраст, да, веганы были всегда, везде и всюду, да, вот, по разным соображениям, в том числе опять были и по здоровью, и по этике, и по моде, чему только не было, да, то есть все это, все, ничего нового под небом не бывает, от начала первых песен до конца будет все то же самое, да, ну, давайте теперь дальше почитаем, в 1938 году, когда Ангелине было 8 лет, ее отец Прокофьев трагически погиб во время производственной аварии на заводе, ну, 1938 год, это уже война в Великой, Вторая мировая, 1939, начало Великой Отечественной, 1941 в России, это 1938 год получается, за год до начала Второй мировой, так она осталась с матерью и тремя младшими сестрами, и Ангелине пришлось взять на себя заботу о девочках, началась Великая Отечественная война, и вскоре вокруг, это уже 1941 год, и скоро вокруг Ленинграда, ну, или современного Санкт-Петербурга, сомкнулось кольцо блокады. Мать Ангелины, Светлана Крепчук, как и все, продолжала работать на заводе, иногда по несколько суток подряд, пока в марте 1941 года фашистская бомба не оборвала ее жизнь во время бомбардировки завода. Так Ангелина осталась одна с тремя маленькими сострами, на тот момент ей было 12 лет. Мы не будем описывать всех ужасов блокадных зим Ленинграда, приведем лишь несколько коротких отрывков из ее дневника. Ну, то, что там творилось, это понятно, это при осаде любого города, это можно почитать. Почитайте, что кому интересно, как христианину, есть такие иудейские древности, а лучше трактат очень древний, известный, в принципе, в кругах образованных христиан, я так скажу. Это Иосиф Флавий, когда писал об этом, может быть, среди христиан образованных, должно быть, это, конечно, известно, как раз вот то, о чем предсказывал Иисус после его убийства, воскрешения и вознесения, Иерусалим, все знают, был разрушен, в том числе и сам храм, которого до сих пор не существует, вот, о чем Иисус и предсказывал, и почитайте его, вот эти, его этот трактат, до сих пор имеющий место, да, исторический документ, как он описывал, вот, тоже блокаду, блокаду Иерусалима, вот, его разрушение, вот, сам он был евреем, это, то есть, Флавий, но он был римским гражданином, как Павел, апостол Павел был римским гражданином, служил на, ну, как и в России, пожалуйста, человек, может быть, на службе, то очень часто думают, что люди там этнические и все, готовы только в своей стране там быть, нет, точно так же служил в Риме, был и римским подданным историком, вот этот некий Иосиф Флавий описывал все эти события, все эти ужасы какие там были, да, вот, кто это никогда не читал или не слышал, хотя я думаю, что все-таки эти события 68-70 года по Рождестве Христова, как раз, получается, их отмеряют, ну, хорошо, почитайте, как это было в Библии описано, потому что осада Иерусалима и разрушение храма было уже не в первый раз, да, все то же самое, почитайте пророков, которые об этом предсказывали, о первом завоевании Иерусалима, разрушении храма, о втором, что писали, где женщины делили своих детей и жарили их, убивали, жарили и ели, вот, что даже царь Иерусалимский за голову брался, то есть тут ничего тоже нового, вот это, когда кто-то вам, я говорю, современников просто вот тычет там о блокадном Ленинграде, то есть, ну, в том плане, что ничего нового-то не происходило, это может про то же самое веганство, да, дело-то не прямо в блокадном Ленинграде, а в подобных событиях, то есть в событиях, в обстоятельствах жизни, когда доведены до крайней степени люди голодом, да, сейчас выдержки из дневников просто уже непосредственно Ангелины зачитываем, да, декабрь 41-го, исчезли почти все голуби, вчера наш сосед Ипполит гонялся по двору за нашим котом Васькой, было очень страшно, а сегодня его Ипполита убила осколком снаряда, карма, да, я бы так сказал, ну, другой на язык не лезет, Тая и Лариса, ну, видимо, сестры ее, очень похудели, май 1942-го, соседи вокруг давно съели всех животных, не осталось ни птиц, ни котов, ни даже крыс, приходила тетя Галя, ну, ихняя какая-то тетя, видимо, может, родная, принесла нам какие-то кости, умоляла сварить и съесть, я сказала, нельзя спасти свою жизнь за счет чужой, тетя Галя долго ругалась, а потом ушла. Утром и вечером мы ходили смотреть на солнце, как учила нас мама. Ноябрь 1942-го, почти все, кого мы знали, умерли, тетя Надя, тетя Галя, Зинаида, Степановна и дядя Стас, очень голодно, девочки все время лежат, а я все время ищу еду. Ну, в ужасе тех событий, понятно, тут, что их расписывать, это можно себе представить, да. Летом 1942-го года девочек, измученных, слабых, но живых, эвакуировали в Москву. По официальным данным, в первый самый тяжелый год блокады от голода умерло более миллиона ленинградцев, взрослых, сильных и, казалось бы, здоровых людей. Как же удалось выжить трем маленьким девочкам, ну, то есть взрослые люди, казалось бы, даже по весовой категории, да, крупным, здоровым, люди умирали, причем не от бомбежек, это понятно, кто умирал от бомбежки, а там от снарядов, от чего угодно. Другое дело от голода, да, и как казалось бы, умирает, не умирает, а выживает существо более по плоти мелкое, ребенок, да. Вот, причем, как мы видим, вегетарианство, ну, видите, тоже опять, вот ее называют вегетарианцем, тут же написали, что, и сообщили нам в статье, что они не ели вообще продукты животного происхождения, но, опять же, это кто знает, тот вопрос, что когда там это веганство, вегетарианство якобы появилось, разделилось, вот, кто-то говорит, что это там в те же самые времена Толстого уже стало появляться, но, на самом деле, я вам скажу, что все это было и до этого, от первых песен все то же самое было, и были вегетарианцы и веганы еще сто и тысячи лет назад, да. Были и такие, и такие, кто только на одну ступеньку восходил, кто-то на две, кто-то на три, все то же самое. Вот, каждый из людей задумался, да, можно ли яичко или нельзя, да, можно ли рыбку или нельзя, все остальное нельзя, все это было, когда вот это все что-то ищут, люди, честно я вам скажу, не дошли еще до истины, все это всегда на земле ничего нового, все из круга в круг повторяется, все люди одинаковые в этом плане. Так, дальше читаем. Как удалось выжить этим маленьким девочкам? Ангелина Прокофьевна уверена, что секрет их семейного здоровья в том, что они, что не они, ни их родители никогда не ели мертвой пищей. Именно это уберегло их от смерти страшной зимой 41-42-го годов. Дальнейшая судьба не менее удивительна, ну, вот этой нашей главной героини. В 1956 году она с группой советских военных специалистов в качестве врача попала на Кубу, где близко познакомилась с Че Геварой и Фиделем Кастро. Последний, кстати, стал вегетарианцем именно под ее влиянием. После этого она работала в Камбодже, Вьетнаме, Анголе и многих других странах. В 1989 году в связи с закрытием военной миссии она уволилась из рядов вооруженных сил, но осталась в Африке и посвятила свою жизнь в борьбе с голодом и жестоким обращением с животными. И теперь я хочу сказать по поводу вообще истинности того, что мы даже с вами читаем. Я в оконцовке еще одну мысль, конечно же, заключительную дам, самую важную, но это предварительная такая мысль. Вот это все правда или нет. Конечно, какой-нибудь труппажер, который спрашивает про голод в Ленинграде, вы ему вот можете статью эту сами скинуть, найти с моего сайта теперь или просто в поисковике введите, там Ангелина Черкасова, да, или как правильно я называю, да? Ангелина Крепчук Черкасова, что-то я откуда взял. Вот, и вам выйдет, я говорю, эту статью перекопировали, естественно, какие-то сайты, там, десятки сайтов. Вот, с любого возьмите, можете ему ролик, вот поделитесь, и начнется, да, где правда, кто доказательства. И как я вам уже сказал по поводу истории, да, мы можем отвергать какие-то события, мелкие, но крупные, нет. И здесь то же самое, в принципе, конечно, относиться к этому можно как угодно, все ли здесь правда, так ли это или не так. Вообще, такая существовала-то эта Ангелина Крепчук. Вот, я вам честно скажу, я очень, я увидев эту статью, прочитав, мне она понравилась, я ее сразу себе на сайт скопировал для будущего, вот это сделал, я это может быть год назад, и вот только сейчас записываю видео. Вот, чтобы не забыть, все это не запамятовать, я очень часто себе так делаю, или пометки только, или сразу уже подготавливаю материал для будущих видео. Вот, и я, конечно, поверхностно, я попытался там до каких-то истин добраться, но вы знаете, усомниться можно во всем. Вот сейчас просто я специально прервался, сейчас нам будет дана, в принципе, конкретные ссылки. Есть желание, человек может добираться. Мне, как вегану, как христианину, как человеку, живущему здесь и сейчас доброе святое, мне все это особо и не нужно. Насколько там правдиво, и причем, как я говорю, в любой шутке есть доля шутки, все остальное правда, в любой истории есть, конечно, доля лжи, да, но все остальное правда, да. Любая ложь даже основана на правде зачастую, но ложь – это искажение правды, да. Здесь то же самое, да. Это как, я говорю, можно здесь упереться к такому, как я, искать, о, да, обрядцы, все лень-то, веганы, здесь как будто написано, как будто все как будто, хотя здесь теме, в принципе, не прям этой посвящено, не доказать, что все старообрядцы и статья не этому посвящена, да. Вот. Здесь главный общий смысл, конечно, да, и я ни в коем, я, человек, познавший истину, которую ее провозглашающий, сам понеживущий, я спокойно фильтрую любую информацию, я спокойно осознаю, где правда, а где ложь, где все соответствует добру, всему самому светлому, чистому, это, естественно, правда, это имеет место быть, конечно же. Если даже прямо уж про этого человека, может быть, что-то приукрашенное, про эту историю, или что-то там неправда, или просто достоверно было неизучено, и, по сути, добавлено художественным вымыслом автора, кто-то это все равно о ком-то описывал, да. Я не сомневаюсь, что такие случаи в реальности были. Вот то, о чем мы сегодня с вами читали. Я говорю, я не сомневаюсь, что и среди старобрядцев есть веганы. Потому что веганы были всегда, везде и повсюду. Они есть и в иудаизме, и в мусульманстве, по разным причинам, пусть, да, хотя бы, опять же, факт, но они есть, да. Поэтому здесь то же самое. Я, конечно, немножко поверхностно поковырялся, но далеко там, я не собираюсь ехать в Москву, в архивы, и даже при наличии, сейчас мы увидим даже номер архивного этого дела, можно найти, чтобы потом кому-то доказывать вот такому какому-нибудь там человекообразному убийце-труппажору, что вот ты видишь, вот правда, да. Он захочет, вот пусть он, конечно, и едет, да, ищет это в архивах, если для него важен какой-то там авторитет. Просто в оконцовке, когда, я почему просто, знаете, вся наша жизнь, все наши поступки, это весы всегда, ты на них всегда вешаешь. И я, когда уже опытом особенно дошел до этого, ты потратишь просто огромное количество времени, сил, возможно, денег, да, ради чего? Что на другой чаше весов? А на другой чаше весов у вас труппажор или его мнение, причем упертого, который, в принципе, ты хоть будешь колом на лбу уже чесать, ему будет все до лампочки. Я такой в жизни сталкивался, ты распыляешься, там что-то доказываешь, это я говорю даже на словах, а бывало сколько сил прикладываешь, или человеку посвящаешь время, все это без толку. Если он просто, он не ищет истину, он не ищет правду, он ищет все, что угодно, лишь бы за что запретиться, оправдать. И даже если в оконцовке ты его прижмешь к стенке, он будет орать, вопить и будет кричать, я все равно буду убивать, уже ему будет все до лампочки. Вот. Поэтому это просто зависит от человека. И как раз у того, у кого действительно мотивы искренне найти правду, ну тогда он как раз сам докопается, и ты тогда ему и не нужен. Да, если для него это важно. А если нет, он и так ничего не будет делать. Он в конце скажешь, ну пофигу, она вот так, а я буду делать. Я хочу выжить, я в это верил. Я сажу любого кота соседского. Вот, да. Я и не только кота сажу, этих девочек сажал бы. Вопрос в моей жизни и смерти, как они говорят, стоял. Поэтому. Но. Пожалуйста, вот мы читаем дальше. Дневник я сейчас думал то, что это. Я помню просто, знаете, тоже попытался. Я говорю, прям прям прямых ссылок опять на архив. А может он просто еще, конечно, сейчас мир современный. Много цифруются. Сейчас цифруются целые библиотеки, цифруются архивы, действительно мировые. Все это есть потихоньку. Но не ко всему, во-первых, есть доступ. Вот. И еще и все равно. Несмотря на то, что там говорят в Google целыми днями это там делает, действительно есть целые... Ну, кто интересовался теми вопросами. Меня что-то уносит. Не знаю, надо это вам вообще или нет. Пока я смотрел передачу интересную. Google занимается по краю корпорации. И она, я думаю, не одна такая. Прям целыми днями у них есть станок такой, стеклы. Книжку когда раскрывают, стекла кладутся такая. Ну, как тоже как раскрытая книга. Все это считывается там. Целыми днями всю мировую информацию пытаются отцифровать. Вот этот процесс уже идет, не остановочный там просто. Там даже сроков, я не помню, ставили нет, когда возможно отцифровать всю историю, всю вообще информацию мира, которую сейчас есть в бумажках, вот так оцифровать. Для сохранности для будущих якобы поколений. Вот. Так что вот так вот. И поэтому я даже, честно, я даже не стал искать. Я говорю, мне вот это... Да, смотрите, давайте читать дальше. Дневник Ангелины Крепчук имеет архивный номер. ПП 45598. И хранится в госархиве города Москвы. То есть, в принципе, дают прямую ссылку, где это все можно найти. Это очень важно. Конечно, нет электронной ссылки. Я говорю, возможно, это все не оцифровано. Пожалуйста. Но вы можете, как мы видим, в реальном виде это найти. Да. Ну, а дальше вообще факт, который уже тоже вот очень часто. Это я уже больше хочу сказать даже, знаете, веганам. Буквально прошлое видео, вы помните, мы записывали об... Еще по Эдовым записям, по его этому шаблону, что не хочу быть веганом, потому что я буду один, и это ничего не изменит. И... Нет, или какое мы какое-то с вами... Ну, неважно. Этот вопрос очень часто в тех видео возникал о том, что... А, Эд, как ты говорил, что это в другом где-то видео. Я зачитал, и как бы тоже так немножко попротивился ему. Вы помните, что якобы вот наши родители не жили в тех временах, в которых мы сейчас, но все все-таки лучше. Тут вот веганство продвигается, там рестораны открываются. И я с этим не согласен. Я как христианин, человек, познавший истину от начала творения мира, да, все было одно и то же всегда. Вот вам живой пример, то, что мы сейчас, по крайней мере, будем читать. И если это было в России, это было везде. Мир абсолютно одинаковый. Когда в России свергали царя, то же самое делали в Германии, в Италии, в Испании, везде. Мы думаем, там, русский насыц со своим царем Николаем якобы тут революция была, вот, богом помазанного царя свергли, то же самое делались в Германии, в Италии, в Испании. Все одинаково, прям под копирку. Почему и Гитлер-то со Сталином схлестнулись и друг от друга-то ничем не отличаются. Одинаково абсолютно. Там лишь называлось все по-разному, то же самое строй, коммунистически там или якобы демократически, да, или капиталистически. Ну, а суть-то была одна, репрессии, убийства, да. Религиозное государство в том плане, что сам культ государственной распрямой религии, а его вождь становился неприкасаемым авторитетом, можно сказать, обоготворяемым, да. Мало кому известно, что перед войной вегетарианцев, вот опять, насколько это правдивая информация, конечно, любой труппажер скажет, да брехня. И действительно, доказать это, я считаю, невозможно, но вот кто-то пишет это, да. Перед войной вегетарианцев в Ленинграде насчитывалось более полумиллиона. А тот говорит, о, сейчас веганское движение. Не знаю. Много вы в Питере. Ну, вы в Питере, конечно, самое, наверное, насколько я так понимаю, судя по общему информационному полю, Петербург в России это самое, конечно, да, то, где вегетарианство, веганство развито. Опять судишь, это просто по информационному полю, просто по засилю там веганов-активистов, которые, если вы видите что-то там где-то в Ютубе, обычно человек чуть ли не из Питера, музыкант, художник, там активисты, там самое большое количество, несмотря даже на Москву, веганских заведений, кафе, там проходят веганские тусовки, очень часто такого, как скажем, российского масштаба, куда созываются там на день вегана, еще какие-то эти сходки, вот эти дни там, где собираются, то есть какие-то устраивают челленджи, все это, конечно, идет из Питера, поэтому это единственное могу сказать, да, но что их там полмиллиона, ну, опять же, в принципе, вполне может быть. Нет, полмиллиона, вернее, не может быть, их сейчас там нет, полмиллиона, но нету полмиллиона веганов в Петербурге, я сомневаюсь, вегетарианцев, я говорю, возможно, раньше это слово еще, даже кто пишет или на какие-то источники ссылается, это одно и то же было, подразумевалось. В Питере, чтобы даже сейчас было полмиллиона веганов, я не поверю в это, потому что я не вижу этого, проявления этих полмиллионов. Большая часть из них не изменила, я просто, знаете, почему так вот говорю вообще, потому что я не люблю ложь в любом ее проявлении, неважно, ты веган, какой христианин, какое бы ты добро не защищал, нельзя ни в коем случае не обманывать, не подменять, что-то там, историю в частности, да, вот это все будет всегда неправильно. Вот, и поэтому я прямо высказываю свои мысли, да. Если кто-то хотел приукрасить, да, вряд ли это соответствует действительности. И большая часть из них не изменила своим принципом, даже в самые тяжелые времена, и многим это спасло жизни. Конечно, хотелось бы в это верить, но я говорю, у нас в современной-то России этого нет, где же тогда эти наследники этих полумиллионов, да, вегетарианцев в Ленинграде. Мне вот из этой статьи интересны случаи, потому что вот, видите, ссылка есть про этого, с Че Геварой, вон, с Манделлой знакомой, и даже, видите, вроде как она обратила Манделлу в это, да. Это интересные вещи, да. Ой, не Манделлу, говорю, Фидели Кастер. Вот это, вот это мне интересно. Есть ссылка, я говорю, на ее дневники в архиве. Это можно проверить, и я говорю, в этом я вот не сомневаюсь. Потому что отдельные светильники всегда в жизни бывают. Бог поставляет свои светильники. Люди, когда меняются. Вот. Ну, а это уже все так, знаете, это лирика. Насколько она истинная, что-то у меня большие сомнения. Большая часть из них не изменилась своим принципом даже в самые тяжелые времена, и многим это спасло жизни. Я даже это предложение, я вот как, видите, даже выделил, но даже уже комментируете, вы по общему тону поняли. Тут можно подвернуть сомнения, в принципе, каждое слово. Большая или меньшая часть из них. Да. Спасло ли им жизни именно это? Потому что я, вы знаете, никогда не топлю за веганство, по здоровью. Многие погибали на фронте от артообстрелов и бомбежек. Но достоверно известно, вот эти слова, да, очень легко говорить, конечно, что смертность от голода среди викторианцев почти отсутствовала. Где это достоверность? Вот действительно, вас труппажор просто попросит ссылку дать. Где это? Кому достоверно это известно? Это точно так же, кто знает, я записал ролик, когда, ну ладно, там, как и говорить, неверующие, атеисты, может, даже веганы, нерелигиозные, как говорят, в противовес таким, как я, да, вот. И вот любят ссылаться на это «Не убей Моисея». Я сам записал ролик, кому интересно, посмотрите его, или в комментариях напишите, на какой минуте я об этом говорю, я отдам прямую ссылку на это видео. О заповеди «Не убей, якобы, Моисея», что якобы подразумевалось не убивать никого, даже животных. Я обличил даже не то, что вот этих, не то, что веганов, которые сами в этого все не верят, никогда Библию толку не читали, в руки не держали, себя никаким религием не относят, но вот везде это вставляют, якобы Бог дал заповедь «Не убей». И даже тем, кто вроде как хорошо знает, даже среди моего окружения, когда начали тоже там любители либо это репостить, либо сами чуть ли не производить такой, можно сказать, контент, ну, сами там слепили картинку с этими словами. Вот. Я их обличил, само свое ближнее окружение, и выпустил этот ролик. На что вы ссылаетесь? И я по Библии, прочитав все, что там написано, там сразу же после этого «Не убей», написано «Убей тысячу валов и принеси их в жертву». Я говорю, ну что, для кого вы ссылаетесь? На любой трупожор, который хоть как-то в Библию читал, он вам вот это в ответ плюнет. Зачем этой глупостью заниматься? Моисей говорит «Не убей», и тут же говорит «Жена изменила мужу, забей камнями». Говорит «Не убей», да, но в субботу, да, почитай Господа Бога твоего. А кто не почел и пошел, вместо того, чтобы сидеть целый день на диване, да, собрал дров себе для костра, забейте его камнями. Он говорит «Не убей», и тут же говорит, тут же в одних, в одном десятисловии все это описано. Да, казалось бы, есть заповедь, в которой он говорит «Не убей», и ставит точку, как это в Библии, по крайней мере, написано. Но тут же после этой точки идет шестая, седьмая, восьмая, десятая, а перед ней еще заповеди другие идут. И все эти заповеди, нарушения этих заповедей сопряжены с чем? С наказанием за это преступление, чем? Смертью. На что вы ссылаетесь? Ну, вы хоть разберитесь в вопросе. Вот здесь то же самое, конечно. Какой-то у нас негативчик пошел, да, мы в оконцовке закончим позитивом, но это так, я просто, я не делю никого ни на что, ни людей, я не лицеприятен, не лицемерен, да. Вот я, видите, мне не нравится эта статья, я это спокойно говорю. Неважно, что в статье есть много доброго, хорошего. Этот пример со старобрядцем, там, или вышедший из старобрядцев Ангелины Крепчук мне самому очень приятен, отраден. Вот, но вот это вот все, знаете, просто под соусом подпихивается, а ложь она всегда отвернет. Ее даже трупажор все равно почувствует. Вот пусть на энергетическом уровне он не сможет дать то же оправдание, или ответ, хотя вот он будет и говорить, а ты вот это говоришь на каком-то основании? Достоверно известно, большая часть. Где это? У тебя есть какие-то источники, архивы? Нельзя такого делать, и я вам, поэтому об этом взяв за повод, как всегда говорю, ведь вспомнил и про то, не убей, хотя есть отдельный ролик. Кому интересно, пишите, я дам ссылку. К сожалению, эта информация была невыгодна послевоенному советскому правительству, сделавшему ставку на животновоз. Ну, естественно, что она была веганским, почему она должна ставку на что-то другое делать. Хотя некоторое время широко обсуждалось в научных кругах. Ну, не знаю, есть какие-то записи этих обсуждений, стенограммы каких-то заседаний. Но, как это часто бывает, экономические интересы меньшинства одержали победу над здравым смыслом и неоспоримым фактом. Ну, это я так тут подписал. Корень всех зол – серебролюбие. С языка, конечно, ссылается. Но это не только веганство касается. Это любого, да. Как здесь написано. Над здравым смыслом и неоспоримым фактами. Ну, это в какой сфере не коснись побеждает, да. Ну, и что я хочу сказать, уже воспользовавшись вот этим видео, и чтобы закончить все-таки на позитиве, как я вам сказал, и действительно, раз есть такая ссылка, отсылка, это реальная история живого человека, и слава Богу. В истории таких людей можно называть прямо святыми, не относясь ни к какой религиозной секте, конфессии, и в том числе веганство тоже очень часто называют, да, сектой неадекватных адептов, да, исповедующих любовь к животным. Такие вот неадекватные люди, да, и проявляющие эту любовь, и других призывающие проявлять. Я хочу просто конечный вывод-то зафиксировать какой. Несмотря, почему я говорю, это могло быть вообще притча, это могло быть история, дело не в этом. Если это реальность, тоже слава Богу. И вот именно, именно, сейчас я хочу вот все, о чем я наговорил, зафиксировать одной такой мыслью конечной. Вот чтобы любой человек не мог найти себе оправдание, что это там что-то неправда, было или не было, насколько правда соответствует, может быть, есть искажения, домыслы, да, святостью притянуто, да, совершенной святости, да. Вот чтобы такого не было, я, ну, давайте я зачитаю, как я написал, и своими словами еще расскажу. Помнить о святых в прошлом, это проблема религиозников, они, об этом еще Иисус говорил иудеям, да, начальникам народа, фарисеям, книжникам и первосвященникам, и священникам о том, что вы строите памятники, гробницы, там так написано в синодальном переводе, пророкам, но сами участвуйте в грехах тех отцов, которые убивают этих пророков, вы сами убиваете их, да. Это то же самое, это и религиозников, они всех почитают вот им, только их не монахи никогда в жизни к мясо-молочной продукции не притрагивались, да, и всегда были веганами. Они только почитают, только пророки, только памятники им ставят, песенки, панигирики поют, сами жизни их не соответствуют и не собираются. Это беда. И здесь я тоже сам, поэтому не важно, это и к веганам относится, да. Помнить или хотящим быть веганами, или сочувствующим веганам, нет. Помнить о святых, потому что святой человек – это не который христианин, православный, католик по названию, это человек абсолютно добрый, это человек, который проявляет любовь ко всему миру, к Божьему творению. Это я просто, чтобы понимали, о ком я говорю, это не то, что в моем даже понимании, это и есть святость, в понимании истины, это доброта, это любовь. Помнить о святых прошлом и ссылаться на них, на их жизнь, в настоящем – хорошо. Я не стал дописывать, и угодно Богу. Ну, кто знает, я просто… Из меня, естественно, текут эти религиозные цитаты, какие-то фразы из Писания, да. Но главное, я пишу, самим быть этими святыми здесь и сейчас, и в настоящее время, чтобы свидетельствовать своей реальной святой жизнью, доброй, любвеобильной жизнью, всем современникам. Кстати, как об этой Ангелине и было написано, да, что, ну, там, родители на заводе не было более добрых людей, то есть, несмотря на все чудачества, которые называли ихнюю любовь, но когда она касалась лично их, да, потому что любовь к животным они чудателем считали, но любовь к ним, они ее ценили, да, и признавали. Вот, несмотря на все это, поэтому главное быть нам. И тогда человек, тот же самый трупажер, да, все эти там ссылки – ты будь им. И не надо будет ничего ему доказывать, была это Ангелина или не было, был Христос или не был, и был ли он таким, ты стань таким, и у него не будет никаких отговорок и отмазов, ты такой. Ты яви себя. Об этом Иисус, учеником которого я и являюсь, учил постоянно. Эту мысль до своих учеников пытался донести, что вы станьте такими, как я, и покажите всему миру. Да, помнить об Иисусе, его историю тоже, в частности, жизни передавать. Хорошо, любого святого, хорошо. Если у вас такие родители, друзья, вы с кем-то делитесь, дети, кому-то рассказывать, это все хорошо. Сами вы такие. Во-первых, если ты не такой заикаться об этом, для тебя просто уголье на голову собирать в день суда. Что толку-то передавать сказания, которым ты сам не соответствуешь. Поэтому это все хорошо. Это, я говорю, вот эта статья, мой ролик будет интересен, полезен самим веганам, просто для утверждения, для радости просто, что да, всегда это было, для лишнего свидетельства, подтверждения, что оказывается все это было. Кто-то где-то понаслушался, что да вот, это сейчас так, а раньше так не было. Или наоборот, раньше было круче, сейчас все одинаково. Из-за этих всего мы можем сделать свои просто выводы. Ну а для всех, кому мы светим, проповедуем, это должна быть реальная жизнь. Твоя реальная жизнь. Реальная святая жизнь. Это очень важно. Прям твоя, твое сильное слово. Ты ему должен ответить на все вопросы. Нужно быть вежественным в познании истины. Быть способным, а это сразу не приходит. Этому надо тоже учиться, давать ответы на все вопросы жизни людям. Вот что, какой вывод окончательно-то делать. Ну а так, я говорю, размышляйте над тем, что вы услышали. Делитесь этими роликами, статьями, информацией с окружающими вас людьми. Потому что, как мне, она была приятна, отрадна. Во многих вещах опять меня утвердило. Как я говорю, все всегда одинаково. Да, то любят, говорят, в наше время такого не было. В советское время тут атеизм. Как мне папа любит заливать тоже. Ну ты понимаешь, мы дети советских времен, все было по-другому. Я ему говорю, слушай, ну в тое советское время никуда православие, католицизм, протестантизм не делось. Ни в России, ни в Европе, когда целые уже, кто знает, это была эпоха просвещения, где все философы как один восстали против христианства, против Христа. Писали трактаты, что Христа не существовало. Доказывали это, да. Хотя вся история говорит обратное. Да, точно так же из независимых источников, даже не христианских, известно все, да, о всех этих событиях, которые происходили 2000 лет тому назад. Вот здесь то же самое. Смотри, почему были люди, которые даже тогда умудрились и в храмы ходить, да, и Евангелие переписывать вручную. Были, пожалуйста, вегетарианцы всю историю. И в советское время, вот пример, были они. И в царское время Лев Толстой. И пошло-поехало. И сколько известных исторических личностей. Оказывается, было только известно. Потому что мы знаем, кто там знает о дяде Степе, который в деревне жил, в селе, и был там веганом. Нет, конечно, просто нам известно о людях каких-то в мире чем-то еще просиявшем, что все признают искусство, творчество, государство там, или еще что-то, да. О них нам просто известно, вот и все. Вот именно судьба не свела бы вот с такими известными личностями, как Чи Гевара там. Но, да, возможно, о ней тоже никто не узнал. Бог ее как бы просветил в человеческом таком понимании, хотя здесь никакой великости нет. Но люди, благодаря этому, падкие на все эти вещи, узнают и другие вещи. Вот и все. Ее просто история стала известна. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что в Ленинграде и во времена социализма, атеизма, пожалуйста, были и старообрядцы, и старообрядцы веганы, и просто веганы. Кого там только не было. А что, буддизма не было? Да, Буддин в свое время тоже захватывал Европу своим мировоззрением, философией. Европа, что же, что вы устали от христиан, что-то модненькое. Так буддизм сколько тысяч лет. И оно захватывало его, то любит там какие-то... Просто и бывают волны какие-то, пики, да. Ну, такое бывает. А так все плюс-минус одинаково. Вот это все надо по этому понимать. Поэтому жить надо просто сегодня. Это, конечно, полезная информация. Надо просвещаться, надо этим всем. Кому-то бывает, одному из миллиона, может, действительно, вот такой вот пример, да, может, конечно, изменить его жизнь. Но, по большей части, это человек либо хочет, либо нет. И ему достаточно простых, понятных слов. Это уж там в веганстве надо говорить просто о любви к животным. Вот и все. Это каждый понимает, что это хорошо. И каждый знает, что убийство, причинение боли, это плохо. И он просто сознательно принимает, либо отрекается от этого. И ты ему хоть, я говорю, колонн на лбу чеши, ему все будет до лампочки, до того времени, пока он по лбу в жизни бумерангом этой же кувалды не получит проявления к себе вот таких ужасов в каком-либо виде. Тогда, может быть, он что-то поймет. Ну, либо действительно добровольно распахнет свое сердце истинно. Вот так вот. Ну, у меня на этом все. Я надеюсь все равно, что вам это все было тоже полезно. Ставьте лайки, делитесь роликами обязательно. Не зажимайте информацию себе. Не храните ее. Не ставьте ей предел. Не будьте этим стопом в жизни. Просвещайте, проповедуйте, распространяйте. Будьте светом. Будьте светом. Будьте светом.